Вы можете сказать, так ли была неизбежна эта война, или все-таки можно было избежать? Я думаю, что ее, конечно, можно было бы избежать, если бы международное сообщество как в 2006 году остановило Путин. А вы можете сказать, что лично вы сделали все от вас зависящее, чтобы ее избежать? Ну, я чисто внутренне, все, что я мог тогда... Я много раз разу сейчас к этому вопросу, много раз это очень болезненно, мучительно обдумывал. Я думаю, что практически почти все, наверное, может быть и все. Я думаю, что проблема сейчас у нас стоит не то, что мы их потеряли. Проблема в том, что в Москве поняли, в Кремле поняли, что они их потеряют, то есть все остальное, если нельзя, возьмут остальную груз. И все их деятели сейчас направлены как раз на это. Сколько бы себя... Они не уговаривают, что Абхазия, Южная Сетья, это Косово, никакие они сто лет не Косово, потому что в Южной Сетью просто нет населения, а в государстве по правовому понятию без населения не бывает. Это маленькое ущелье, как называют Южная Сетья, которое на карте выглядит гораздо больше, чем в реальной жизни, оно в органической части остальной грузии, географии не меняется. И по-человечески, и по-экономически, и чисто рельефно. Так что, что касается Абхазии, Абхазия это популированная, оккупированная территория. Если бы даже существовали какие-то шансы раньше международной легализации, реального создания какой-то государства, допустим, в Абхазии, российская оккупация, и оккупация есть, больше ничем это не называется, они по-ксихски завершены. Потому что там, где есть оккупация, там не может быть государства. То они меня подвергали тяжелым биохирургическим процедурам, ланцетам или без, я не знаю точно, без анестезии, связанных с некоторыми частями моего тела. Причем начинали снизу, потом Владимир Владимирович говорил про мой галстук пространный, потом он говорил, как он надал мне щелчки на носу, насчет щелчка, когда он меня уже слышал, мне уже было легче стало, все равно нос намного менее уязвимая часть тела, чем то, откуда он начинал. Когда ты имеешь дело с фармацентами, с хирургами, причем с ними профессиональными, но очень смелыми на выдумке, то, конечно, это не вдохновляет. На самом деле, конечно, негоже в такой большой стране так мелько играть. На самом деле, при всем, какого бы представления имел собственную личность, ну вот уж точно, гораздо меньше представлений о себе имел, чем Владимир Владимирович и некоторые люди его окружающие. А вы боитесь Путина? Нет, уже почти. Поэтому проблема Путина была в том, что он мало умеет общаться с людьми, которые его не боятся. Россия становится не только сырьевым, как бы, дополнением к остальному части мира, но реально технологически полностью становится зависимым даже в оборонной области. Не может великая держава зависеть от поставок оружия от других стран. Рано или поздно эти или следующие лидеры России поймут, что, а я думаю, что это будет раньше, чем позже, чем раньше. Для России единственный путь – это модернизация, демократия и либеральная экономика.